Накануне тревожная весть о маньяке, охотящемся на детей, разлетелось по тюмени. Педофил бродит по городу и на глазах прохожих пристает к маленьким девочкам, хватает их за руки и, вероятно, пытается увезти в укромное местечко. Приблизительно так подумали наши соседи, когда по пабликам в соцсетях разлетелось шокирующее видео. Как позже сообщил в комментариях СМИ случайный очевидец произошедшего Антон, он в тот день 13-го возвращался с работы на обед, выезжал с парковки на Белой иномарке, на Червишевский тракт и при повороте направо заметил, как мужчина, бредущий по тротуару, преградил дорогу школьницы с рюкзачком, которая, вероятно, возвращалась с уроков. Девочка с опаской пыталась обойти приставучего мужчину стороной, но он не отставал, хватал ученицу за рука в куртке и не давал ей пройти. Антон остановился, вышел из-за руля и крикнул мужчине, чтобы тот оставил девочку в покое. Мужик переключился со школьницы на автомобилиста и нетвердой походкой пошел ему навстречу. Выяснять отношения с неадекватом Антон не стал, он выехал на дорогу, посматривая при этом на тротуар. По словам очевидца, девчушка вся съежилась от испуга и явно чувствовала себя неуверенно. Приставала, побрел в противоположную сторону, а спаситель, убедившись в том, что школьнице больше ничто не угрожает, поехал дальше. К слову, подросток, который слушал разговор незнакомца с девочкой, как и случайный свидетель Антон, замедлил шаг, а потом, укрывшись за припаркованным поблизости автомобилем, наблюдал за тем, чем все закончится. Впрочем, это еще не конец истории. После публичной огласки тротуарного инцидента силовики оперативно вышли на след предполагаемого педофила, который оказался вовсе не злодеем с большой дороги, а родным дядей той самой школьницы. Правда, в тот день 13-го мужик был пьян, а его маленькая племянница, как оказалось, на дух не выносит бухих людей, что в общем-то и нормально и похвально с точки зрения безопасности. Пойди догадайся, что у пьяного родственника на уме. Кто-то из тюменцев в комментариях припомнил жуткую историю о пропавшей девочке Лизе, которую позже нашли убитой в районе лесобазы, а маньяк по-прежнему не схвачен. Прочие хвалили водителя белой иномарки за бдительность, утверждая, что тот правильно поступил, не проехав мимо, а кликнул мужика, пристававшего к девочке. Ведь у того на лбу не написано, что он ее бухой дядя, резонно уточняли тюменцы. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам, станьте нашими спонсорами. Сила в правде и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей «Черемета», будем благодарны и отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим. Продолжение следует...